Человек или машина. Вот такую массивную технику сдвинуть с места попытаются люди. Два атлета возьмутся за канат и начнут ее тянуть. Вызов тяжелой техники бросают атлеты из Керчи и Судакай. Хотя мужчины эти без преувеличения богатыри, они тоже волнуются. Автобетононасос весит более 40 тонн. Груз ответственности, пожалуй, не легче. Но на то они и атлеты, чтобы вовремя собраться и показать класс. Есть небольшой мандраж, но это, в принципе, кнопка воин, она все меняет. И ты уже в строю тянешь, уже в процессе. Это уже привычное дело для нас. Сбили уже рекорды? Да, много раз, много раз. Какие? Тянули самолеты, поезда, автобусы. Первая попытка и, кажется, рекорд России есть. Но силачи не останавливаются. Достижения хотят закрепить и идут на вторую. Давай, 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 давай. Работай, работай, работай. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Это впервые. Такую технику двоим нашим атлетам удалось протащить. И они установили рекорд, протащили автобетонный насос весом 46 тонн на 8 метров 65 сантиметров за 44 секунды и 12 соток. Прежде ни у кого даже попыток не было вот так рискнуть? Бывало таскали, но такую тяжелую колесную технику нет. А это уже севастопольская тяга. Испытание, придуманное руководителем движения «Сильнейшая нация мира» Михаилом Паллером. Два спортсмена находятся внутри снаряда и поднимают его за рукояти. Машина девятка, знаете, вот мы вдвоем сейчас подняли машину девятку. Скажем, это очень тяжело. Какой вес вы подняли вдвоем сегодня с вашим напарником? 915 килограмм. Это рекорд? Это рекорд. Рекорды на этом не закончились. В деле опытнейший спортсмен, ветеран боевых действий Михаил Шевляков. Омский силач, известный как русский морпех. Не работай! Мировой рекорд был до этого и принадлежал уважаемому атлету из Англии Марку Феликсу. Сейчас мне удалось поднять, как сказал технический директор, 512 килограмм. Тяжело это было, не тяжело. Если бы сейчас позволил нам вес пойти больше, я бы, конечно, пошел больше. Но, как вы видите, уже просто на грифе не хватает места. Ну, тем самым мы даем еще запас для будущих рекордов. Есть в нашей организации специальный реестр. В этом реестре перечислены требования к рекордам. То есть количество фото, видеоматериалов, условия съемки, замер веса снарядов и так далее. И спортсмен должен понимать, что работая с такими весами, он должен быть максимально подготовлен. За один день три невероятных рекорда. Но времени на отдых у атлетов немного. Впереди тренировки и новые победы. Ведь лучший вес, пожалуй, тот, что еще не взят. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.